Я вас здравствуйте, сегодня на выпуске Купер 4С Чуть-чуть затронем его смежные модели Чуть-чуть поговорим про старую модель Так как всегда выскажу свое мнение Посмотрим, что нам говорит производитель Ну и немножко по философствую Погнали Итак, мое знакомство с компанией Купер Ну помимо, конечно, Купер Кобра Которую много кто знает Наверное, началось, конечно, с АТ-Р Которая была до, если я правильно помню, 12-го года Она выпускалась и шина нравилась Ну я не знаю, наверное, вот сказать всем Это не сказать ничего Да, безусловно, был Биев Гудрич Это был конкурент Они были на рынке, скажем так У нас не совсем однозначно представлены Потому что Биев был практически везде А Купер, скажем так, представлял Отдельную когорту резины Которая завозится мало Но она есть И вроде бы как И, скажем так, особо пытливые умы Которые знают о существовании В принципе, такого бренда Как, возможно, альтернативы для Биев Потому что очень часто сравнивают Его, естественно, с Биев Гудричем Хотя есть и Мой любимый Дженерал Купер тоже отличная шина В смысле, тоже мой любимый Я, ну, как бы, он немножко, скажем так Это не Конти Групп, да У которого есть от и до Безусловно, у Купера есть модели и легковые Но основной упор, насколько я понимаю Они делают на кроссоверы На джипы, на пикапы И из легкового сегмента Ну, это называется тюринг, да По, скажем, если мы по BMW понимаем То есть это универсалы Которые призваны ездить, скажем В основном по трассе Но они должны иметь огромную уходимость Что присуще вообще любому По идее, американцу Да, то есть будь это Биев Будь это Купер Дженерал, Будьер и так далее Поэтому, в целом АТР был шикарен У АТРа был высокий протектор У АТРа были крепкие бока Но его было очень мало То есть, да, конечно, КТР был еще и АТР Который сейчас видоизменен Да, ну, я имею в виду уже следующая модель К нему, конечно, был Дискавер М плюс С Как бы зима Но по ней отдельно нужно разговаривать Очень много я слышал в его адрес негатива Я хочу просто сказать, что шины сделаны для специальных, скажем так, условий В данном случае это сделано для тяжелых машин В основном для пикапов, которые грузятся И если вам нужно было использовать эту шину На мой взгляд, опять же, говорю про свое мнение Если вы хотели ее использовать в условиях, скажем, Алматы В условиях наших температур То, конечно, во-первых, ее надо было А. зашиповать И Б. ну, когда вы ее покупали Надо было, ну, на мой взгляд, ну, немножко прочитать брошюру Да, для чего эта шина нужна В моем понимании эта шина нужна для, ну, грузовых машин Да, для пикапов и так далее Дискавер М плюс С Везер, по-моему Которая направленная елочка Вот тот уже был, как бы, более, скажем так На широкую публику сделан И, в общем-то, по нему вопросов не возникало Ну, мы немножко отвлекаемся Да, ну, я просто хочу рассказать небольшую предысторию По поводу того, как было все То есть, был, конечно, HT Был АТ... АТР И был, конечно, СТТ На тот момент уже был СТТ Нью Но его, почему-то, как бы, в обиходе стали называть просто СТТ Потом, который уже обновился до СТТ ПРО СТТ, конечно, многие знают Наверное, про него тоже нужно рассказать Дело в том, что, конечно, его уже не выпускают Насколько мне известно Уже СТТ ПРО Хотя могу ошибаться Может быть, все-таки, еще выпускают Но маловероятно И, в общем-то, к СТТ вообще не было никаких претензий Просто не было Потому что, при всем моем уважении компании Био Гудрич Ну, как бы, КМ... Не КМ1 Я считаю, что, наверное, более правильно Наверное, рассматривать оба варианта И КМ1, и КМ2 Потому что СТТ-шка Появился, наверное, плюс-минус На стыке двух этих протекторов То есть, взяв за... Ну, скажем так, визуально он был Не то, что взят за основу, это неправильно То есть, визуально он похож на КМ1 Но, вроде бы, как, вышел уже плюс-минус К тому времени с технологиями КМ2 Но, опять же, да, КМ2 отличная резина Но сделана она, скажем, на мой взгляд Более профильна для рок-краулинга Для вот такого направления Более скального, более каменистого И так далее То есть, конечно, он в грязи работает Но, скажем, как ездит он по мокрой трассе Как ездит Купер СТТ Это две большие разницы Поэтому хочу сразу сказать То есть, вопрос Я во многих видео упоминаю СТТ Упоминаю, что он, скажем так, очень похож То есть, на вот эту стандартную Сейчас на него похожи и Тойя, и Кагама И много кого То есть, за основу взят Вот этот универсальный протектор Вот та его степень универсальности Которая позволяет вам ездить Ну, условно, конечно, комфортно На обычной дороге Включая мокрую То есть, по мокрой дороге В районе 120-130 Он нормально себя ощущает Конечно, не когда он сточен и в ноль Да, когда он нормально Ну, скажем так, минимум Там до, на половине протектора Еще можно ездить в районе 120-130 Конечно, не совсем по ливню Но по мокрой дороге Он чувствует себя вполне умеренно Я не рекомендую это проверять Я, ну, как бы Это, на мой взгляд, не совсем то Ну, скажем так Я проехался, попробовал Он держит дорогу Не могу сказать, что, конечно Это то же самое, что ехать на АТ-шке Но, в целом В целом, неплохо На КМе я бы так делать не стал Повторюсь КМ больше сделан На мой взгляд Немножко для другого И более она профильна Кубер в этом случае Более универсален Это речь идет про СТТ СТТ-про Ситуация другая То есть, изменилась Он мне визуально стал напоминать Больше питбули Ну, где-то, может быть, конечно, отдаленно Но, вот Как-то вот здесь Произошло Сажем так Некое изменение И они, скажем так Универсальность Сменилась, опять же Тоже на какую-то профильность Но пока Мне сложно сказать Во-первых Этой шины Я имею в виду Купера у нас нет Года с 2013 То есть, когда как раз Только первый год пошла АТ-3 Которая уже сейчас не та Уже там Спорт Уже сейчас 4С Есть, как-то, куча смежных Да, опять же Протекторов У нас ее, к сожалению, нет Все это приводит только под заказ К сожалению Не всегда даже успеваю Отснять видео Для того, чтобы просто Визуально показать Да, или кто-то Из ребят Сами заказывают Они к ней приходят Но хочется отснять новую шину А не шину, которая стоит на машине Не всегда, к сожалению, получается Я думаю, что это Ну, как бы Не сильно большая проблема На самом деле Повторюсь Мои знакомые ребята С Невашинторга И говорят тебе привет Если ты вдруг будешь это смотреть Я думаю, что можно их попросить Они мне отснимут Как это выглядит А вы можете смело Обращаться к ним Потому что, насколько я понимаю Это, наверное, единственные дилеры Которые вообще есть В России Ну, или одни Из немногих, скажем так По Куперу Я, естественно, всегда Обращаюсь к ним Далее В этом, скажем так Ключе В этом ключе Да, что Купер был Немножко Обособленным У нас Естественно Преобладает Бьев Гудрич Вот Недавно начал И уже закончил Заходить к нам Дженерал Поэтому Скажем Это можно Как бы Скажем АТ-3 Поставить На один пьедестал На один, скажем так На одну ступень Для сравнения С АТ-3 Биев В данном случае Биев В данном случае Многие могут сказать Ну, как Он уже Более агрессивный рисунок Более крепкий Бока Чем у 4С И уж Тем более У простой АТ-3 Безусловно Но Не нужно забывать Что, во-первых Есть еще АТ-3 ЛТ По-моему 18-го года Начало выпуска Да Есть Еще более Массивные бока XLT Пожалуйста Это вот К вопросу смежности Модели Которые Если вам Необходимо Да Вот вам Среднее ЛТ Вот вам Еще более Скажем так Крепкие бока У XLT Я уж Молчу о том Что есть И вы Простите Я просто Порой Сам путаюсь Поэтому Лучше Я возьму Свою бумажку Да Во-первых Есть Дискавер Дискавер АТ-Т Это выпуск 19-го года Это Похоже на Бридж На Наверное Рева АТ-2 Да и В принципе На 697 Ну вот Что-то Что-то Вот в этом Ключе Очень похоже На Бриджстоун И я думаю Вы Увидите Некую Скажем так Схоже Некую Схоже Протекторов Это сделано Для маленьких Небольших Кроссоверов Данный Рисунок Дальше У него Есть Эва АТТ Это Мексиканский Завод Тоже Выпускает Шины Но Он уже Скажем так Более Приближенно КТ КТ-3 Да Поэтому Дальше Идет Ну К вариации АТ-3 ЛТ Восемнадцатый Год АТ-3 Икс ЛТ Восемнадцатый Год Да С просто Дикими Плечевыми Зонами Если вам Необходимо То есть Поэтому Сравнивать Их Впрямую Можно Но Надо Понимать Что Сравнивать С друг Другом Что Сопоставлять А то Очень Многие Говорят Ну Вот У Биэфа Бока Крепче Какой Джейнерал Какой Купер К вопросу АТ-3 Очень Многие Почему То Когда Пишут Да Нет Да Она Никакая Бока Слабые Другие Ребята В комментариях Пишут Да Вы Что Она Нереально Тяжелая Блин Ее Вообще Поднимать Даже Тяжело Не То Что Там Ехать И так Далее Хочу Сказать Следующее У АТ-3 В данном Случае Есть Несколько Видов Слойности Есть Шести Восьми И по-моему Десяти Или Шести И десяти Сразу Поэтому Вариации Есть У Биэфа У Биэфа Тоже Есть Вариации Но К сожалению Я не могу Сказать Про слойность Я знаю Что У них Есть Когда Ты заказываешь Тот же Ко-2 Для Какого-то Определенного Размера Он Дает Тебе Два Точно А порой Три Варианта Где Ты Видишь Нагрузочный Индекс И он У всех Разный Конечно Это Разная Цена Это Как правило Разное Наличие Естественно Есть Основной Выбор Идет Стандарты То есть Самый Маленький Его В диапазоне Нагрузочном Да Поэтому Здесь Очень Важно Понимать Что Купер В данном Случае 4S И все У него Есть Повторюсь Линейка Evolution У него Есть Линейка Discover ATT У него Есть XLT LT И то По-моему Я даже Вам Не все Рассказал Их Насколько Я знаю Чуть Больше Но Скажем Так Я беру Основные Чтобы Не Заморачивать Вас Какими-то Диверами Теперь Я Хотел Б Проговорить То О чем Говорит Непосредственно Сам Купер В Каких-то Своих Материалов Итак Купер ATT 34S Это Шина Естественно Сделана Для Внедорожников И Коросоверов Потому Что По Размерам Есть И То И Другое Шины Имеют Превосходные Характеристики Сцепления На Мокром Заснеженном И Сухом Полотне Данные Шины Были Представлены На Выставке ZR CALLOGN В Мае 2018 Года Характерной Чертой Модели Климатическим Условием Ну Мы Должны Понимать 4S Это 4 Сезона То Есть Для 4S Не Страшны Температурные Перепады И Она Одинаково Хорошо Работает В Различных Климатических Условиях Здесь Я бы Не Стал Вот Настолько Может Быть То Ну Скажем Так Она Пытается Я Думаю Что Все Таки Есть Определенные Температуры Да Но В Целом Если Может Быть Итак Шины 4S Используются Для Паркетников Пикапов И Внедорожников Аббревиатура AT Ну Скажем Так Объявляет Нам Что Это Шины Которые Вседорожные Хотя Почему То Производитель Заявляет Их Как 60 На 40 60 Для Асфальта 40 Для Персеченки Протекторный Дизайн Автошины Ну Частично Конечно Заимствован AT3 Конечно Мы Видим Вот Если Мы Не Видим Второй Протектор Рядом Мы Можем Понять Что Вроде Как Это Одно И Тоже Но Нет На Первый Взгляд Это Так Да Но При Этом В Мелочах Были Введены Изменения Да Шина Обладает Таким Же Симметрично Ненаправленным Протектором Но Ламелей Стало Намного Больше Изменилась Структура Ламелей Теперь Они Глубже И Соответственно Приобрели Более Острые Края Шина Получила Внушительного Серьезно Внушительного Размера Плечевые Блоки И Релифная Боковина Шины Защищает От порезов И ударов Различных Типов За счет Этого Достигается Проходимость На скалистых Или Грязевых Дорожных Участках При Везде По скальному Покрытию Боковина И Относительно Мягкие Блоки Оптимально Плотно Сыпляются Многие Передовые Технологии Нейлоновый Корт Стальные Прутья Обеспечивающие Сохранность Округлости Колеса А также Обильная Ламелизация Протекторных Блоков Все это Повышает Тягово-сыпные Возможности Тем не менее Главным Нововведением Конечно Объявлена Технология Адаптив Трекшн Как адаптивная Тяга Она позволяет Адаптироваться К изменениям Климата За счет Уникального Резинового Компауда Смесь Улучшает Характеристики На различных Покрытиях Включая Влажные Увеличивает Показания Сопротивляемости Изделия К проколам А также Снижает Сопротивление Качения Как характеризует Купер 4С Во-первых Это настоящая Всесезонка Это агрессивный Протекторный Дизайн С крепкими Блоками Это прочная Боковина Из уплотненного Резинного Компаунда Высокая Износостойкость Ну мы все знаем Что Бьев Что Купер Генерал Как правило Ходит Более 100 тысяч Км Многие Это ставят Под сомнение Я склонен Все таки Верить Производителю Потому что При среднем Варианте Использования Шин В целом Больше 100 тысяч Реально Выходит К шине Есть Зигзагообразные Ламели Большой Типоразмерный Ряд И соответственно Многофункциональность Позволяет Выбрать Более Оптимальный Вариант Для вас То есть вопрос Идет не только В 4С И в смежных Естественно В смежных Моделей Инновационные Канавки С функциям Отталкивания Грунта Здесь еще Нужно сказать Что по краям Блоки Связаны Некими Перемычками На мой Взгляд Это Удерживает Блоки Влияет На маневренность И частично Не дает Шуму Выходить Ну Что-то Я так думаю Околоконтинентальной Технологии То есть Когда закрывается Шум На боковых Канавках Ставится Точнее На выводах Ставятся Блоки И шум Остается Скажем так Внутри протектора Не выходя наружу Для усовершенствования Езды в зимних Погодных условиях В представленных колесах Присутствует Использование Элементов В виде Зубьев пилы Они нужны Для удержания Снежных масс В рабочей дорожке Колеса Контакт Снежной корочки Протектора Со снегом Увеличивает Сцепление Купер Виляется Конечно Заслуженно Серьезным Производителем Которые Специализируются На Производстве Шин Для Внедорожников Ну это его История Я так понимаю И многолетняя Раз Во-вторых Сотрудничество С Спецзаказами В джипостроении Условно Говоря Поэтому От себя Могу Добавить Следующее Безусловно 4С Подразумевает Использование Всесезонно И Заявлено То Что Компаунд Может Подстраиваться Под Скажем так Температурный Режим Каких-то Ну скажем так Климатических Разных Районов Или В момент Того Что У вас Бывает Утром Холод А Днем Жарко Но Я От себя Могу Добавить Что Использовать Его Ну как бы Наверное Можно Но Осторожно То есть Если вы Понимаете Что Ваш Разбег Это Не Скажем так Больше 30 градусов Хотя бы То есть Если у вас Там Днем 20-30 Да Ну это Максимум Да И Соответственно Вы Начинаете Потому что По моему По температуре Он Б То есть Если вы Начнете Ездить По сильно Раскаленным Трассам На нем Ну я Боюсь Что Может Прям Все 100 тысяч Он Не отъездит Ну а Причем И заявлено Сразу На Боковине Шины По Тредуэру Он 620 Некоторые Некоторые Размеры Вроде Как Заявлены 650 Трекшн У него А А Температуре У него Б Поэтому К вопросу Износостойкости Пожалуйста Нужно Понимать Что Если Вы Перегружаете Машину У вас Агрессивный Асфальт Ну такой Сильно Рельефный Или Вы Едете По Сильно Раскаленной Трассе А Шина Подразумевается Как Всесезонная То есть Она И при Минусовых Температурах Пытается И Работает В том Числе На Полотне Асфальта Вы Должны Понимать Что Чудес Не Бывает И Значит Вы Где-то Начинаете Проседать Именно По Характеристикам Ходимости Естественно Она Начинает Как Любая Другая Хуже Возможно Держать Трассу Потому Что Она Начинает Киселиться Ну Условно Говоря Полимер Может Не Выдерживать Такую Нагрузку И Я бы Рекомендовала Задачиться Еще Эти Повторюсь У Купера Есть Куча Разных Других Протекторов Да Мы Их Перечислили Можно Выбирать Оттуда Все Исходит От Того Что Вам Нужно Во-первых Есть Xeon XLT Который Пожалуйста Есть По-моему До 26 Размера Супер Низкопрофильная К Варианту Если Вам Все Таки Не Устраивает И Вам Нужно Больше Держака При Том Что Резина Вам Нужна Грубоватая Но Вам Нужен Низкий Профиль И Где-то Вы Хотите Еще И Иметь Возможность Съехать С Асфальта Пожалуйста На HT Конечно Я бы Этого Делать Уже Не Стал Сильно Я имею Досъезжаю То есть Характеристики HT Другие Но Зато Они Получше На Асфальте Итак Итак 4S Отличная Модель К сожалению У нас Ее Нет Повторюсь Вы Ее Можете Наверное Взять У Игоря В данном Случае Если Она У них Есть С учетом Текущей Ситуации Но Я думаю Что В любом Случае Будет Поэтому Всесезонка Хорошо Грибущая Хорошо Держащая Трассу Достаточно Ходимая Более Или Менее Более Или Менее Отводящая Нормально Воду То есть Я не могу Сказать Что Она Отводит Так Как Отводят Направленные Резины Как Отводят Асимметрии Безусловно Нет На мой Взгляд Вот Здесь Нужно Вот Этот Момент Понимать Что Во-первых У него Стоит Перегородка Которая Держит Блоки Да Она Естественно Не полностью Закрывает Да Все равно Эвакуация Воды Проходит И Все Тем более Что Это Всесезонная Шина Она Должна Нормально К этому Относиться Но Я бы Не Как-то Так Если У вас Forester Если У вас Outlander То Вы В принципе Можете Взять Evolution ATT Если У вас Что-то Побольше То У вас Есть Агром Ну В том Числе Понятно Что Есть И 4S По-моему В таких Размерах Да Но Зачем Брать Что-то Скажем Так Менее Подготовленное И Разработанное Под вашу Машину Есть Но Опять же Да Мы Говорили О том Что Нужно Соблюдать Момент Того Что У вас Должна Быть Возможность Докупить Один Баллон Какой бы Купер Не Был Крепкий Все Равно Любую Шину Можно Уработать Об Арматуру Об Неудачную Яму Об Неудачно Раскрошившиеся Бордюры И так Далее И тому Подобное Поэтому Вариаций Много Скажем Так Если Ставить Вопрос Почему Я Даже С теми Скидками Которые Дает Партнер Все равно Выходит Дорого Если Бо Купер Был Здесь Я Бо Однозначно Брал Потому Что Повторюсь У Купера Есть Огромный Выбор У него Есть Огромный Выбор Не только В Купер Тайерс У него Есть Еще Выбор Микки Томпсон Не знаю Как На текущий Момент С самим Микки Томпсон То К сожалению С АТЗП3 Как только У нас Здесь Перестали Его Возить Все Как бы Мы Потеряли Его Из Виду И Дик Чепик И Микки Томпсон Но В целом Это Огромная Когорта Вот Этих Продекторов Которые Входят В Группу Компаний Купер И В общем То Они Я Ездил И на СТТ И на Т3 На Своих Машинах И На Микки Томпсон ТЗП3 После Купера СТТ И Ну Смело Могу Сказать Что Если Была Возможность Плюс Минус За Те Же Деньги Как Тогда Брать Купер Однозначно Почему Не БФ Потому Что БФ На Мой Заг Немножко Что АТ Она Специфична Что КМ Она Более Специфична Нужна Ли Мне Такая Специфика Наверное Нет Буду Ли Я И Пользоваться И Наверное Нет Кто То Может Быть Да По Поводу Вопросов Зимнего Хотел Б Показать Вам Точнее Оставить Ссылочку В На Купер АТ34С Если я правильно помню Я обязательно Ссылочку Оставлю Но Здесь хочу сказать Следующее Пятно Контакта У Купера Естественно Больше Где-то Это Срабатывает Лучше Где-то Допустим В более Глубоком Снегу Поперечный Более Протектор КО Где-то Он Выигрывает Но В целом На мой взгляд Купер Будет Интереснее Потому Что Во-первых Он не такой Тяжелый У него Есть Вариации Быть Не Тяжелым Начиная От 4С Заканчивая XLT А У КО Есть Только Вот Такая Модель Но Тем Не Менее Если Вы Рассматриваете И то И другое Это Два Достойных Выбора Вопрос Что Из Этого Вам По Факту Будет Нужно Итак Ребят Хвалим Ругаем Пишем Комментарии Обязательно Пишем Комментарии Пожалуйста Это Очень Нужно Во-первых Для Меня Чтобы Я Понимал Насколько Или Затянут Ролик Или Нужно Покороче Говорить Понимаете Хочется Обо Всем Скажем Так Пытаюсь Скомкать Но При этом Чтобы Информативность Не Страдала Поэтому Я Смотрю На Вас Как Вам Будет Удобно Я Соответственно Буду Уже Строить На Этом Следующие Ролики Ну И Увидимся Когда Увидимся